Привет, друзья! Пятый выпуск про YouTube и сегодня в номере. Новая вкладка на YouTube, набирающая популярность. Тренды YouTube на главной странице. Продолжается внедрение новых правил YouTube. Снижена планка для получения персонального юрилоканала. Дмитрий Пучков провел выпуск на канале Виссис Хорошо. И вопрос на 10 тысяч. Главная новость это обновление главной страницы YouTube. Появилась новая вкладка, которая называется набирающая популярность. На ней отображаются видеоролики с наилучшей динамикой просмотров. Ну, естественно, здесь вы видите все популярные и широко известные каналы, на которых за счет постоянной аудитории, за счет подписчиков, либо за счет вирусного потенциала видеороликов, самая высокая динамика просмотров. Отслеживайте, наблюдайте и можете использовать эти тренды для создания своих обзоров, своих собственных критических или аналитических видеороликов, которые будут подхвачены этой тенденцией, могут попасть в похожие видео, либо как-то еще раскрутиться за счет восходящих трендов. Продолжается внедрение новых правил YouTube. Это связано с тем самым загадочным уведомлением, породивших столько споров и комментариев. Теперь, при подключении к медиа-сети, вам предлагается заполнить ту же самую форму и принять те же самые правила. Это происходит на втором этапе, когда вы открываете приглашение медиа-сети и должны принять условия. Собственно, те же чекбоксы нужно отметить, и только после того, как вы принимаете все эти условия, вы имеете возможность присоединиться к медиа-сети. Если вы их не принимаете, вы не можете подключиться к медиа-сети. То есть, эти условия являются обязательными и неотвратимыми для подключения канала к медиа-сети. Это к вопросу о тех спорах, можно ли отказаться от принятия новых правил. Также хочу обратить ваше внимание на реакцию медиа-сетей. Медиа-сеть. Air в ответ на уведомления представителя многоканальной сети «Разрешим стать вам партнером YouTube» ответила следующее. Без паники. YouTube хочет улучшить свою жизнь. И улучшить для вас правила. Это коснется возможности монетизации каверов. Также это коснется платных каналов и YouTube Red. То есть, ничего страшного в этом нет, можно спокойно принимать. Также какой-либо информации о том, что данные новые правила негативно скажутся на серых каналах или на каналах с не совсем авторским контентом, такой информации нет. Это пока не подтверждается. ВСП также ответили, что изучите и принимайте. ВСП берет на себя контроль за выполнением этих правил. Квизгрупп отличились в этом отношении. Они пишут, пожалуйста, не принимайте условия партнерской программы YouTube. Мы вернемся к вам с уточнениями в течение 7 дней. Дальше они пишут, выплаты за ноябрь будут произведены в обычном порядке с 20 по 27 декабря. Но есть второе уведомление от Квизгрупп. Для тех, кто принял предложение YouTube, мы гарантируем получение платежей в стандартные сроки. Выплаты за ноябрь будут произведены 15-20 декабря. Вы уж определитесь, когда у вас выплаты будут произведены. Также они заявляют, что если вы это приглашение примете, то могут быть проблемы с выплатами. И здесь вопрос. Может ли медиасеть как-то сыграть на этих новых правилах? Разумеется, может. Медиасеть может все что угодно. Они хозяева положения, а вы партнеры в зависимости от них. Поэтому, если медиасеть искала повод, например, не заплатить вам или отключить ваш канал, или что-то им не нравится, они могут использовать эти новые правила как предлог для того, чтобы сделать с вашим каналом все что угодно. Это нужно понимать. Но также важно понимать, что это всего лишь предлог. И можно найти любой другой повод, чтобы отключить канал, не заплатить ему без каких-либо последствий, без каких-либо обязательств. Что же касается непосредственно данных новых правил, они не предполагают каких-то отрицательных изменений для партнеров. Давайте рассмотрим несколько интересных комментариев, чтобы разобраться в этой ситуации. Прежде всего, меня поражают те медиасети, которые пишут откровенный бред. И мои уважаемые подписчики привели цитаты ответов некоторых медиасетей. Вот медиасеть SNG Network. Насчет уведомления. Его желательно проигнорировать. YouTube приглашает вас в свою сеть, где минимальный вывод 50 долларов. А также никакой техподдержки на русском. Вы думаете, что за бред пишет SNG Network? Кто у них в сети работает? Какая своя сеть с минимальным выводом 50 долларов? Это настолько глубокое введение в заблуждение, что хочется спросить, как вы ведете свою сеть? Как она у вас работает? Как вы работаете с партнерами? Следующий комментарий. В саппорте ответили, если не хотите потерять канал, пока не принимайте. Насколько это глубокие манипуляции партнерами? Потерять канал от принятия новых правил. Что за бред вообще? Правила вводят не для того, чтобы сразу же, как только вы их принимаете, забанить ваш канал, отключить его от монетизации и так далее. Здесь все действует несколько иными путями. И пугать партнеров такими выражениями – это непрофессионально и неэтично со стороны медиа-сетей. Есть и разумные комментарии. Люди, не принимайте. Подождем ответы от наших партнерских программ. Если не принимать во внимание излишнюю эмоциональность этого комментария, то в принципе это ответ логичный. Но при условии, что ответы партнерских программ не будут такими, как я зачитал выше, то есть не будут полностью бредовыми. И еще один интересный комментарий. Если это правда кидалово, то что делать, если уже принял? То есть здесь выражается эмоциональная нагнетенность атмосферы, когда партнеры уже боятся любого соглашения. И до этого их довели на самом деле не только новые правила YouTube, но и действия медиа-сетей, которые отключали каналы, выкидывали их из медиа-сети, не проводили выплаты и так далее. Это все в сочетании с рядом ужесточений правил YouTube приводит вот к таким результатам, что уведомления и обновления партнерской программы воспринимаются как кидалово, подстава или желание уничтожить их канал. Есть еще пара интересных комментариев. Не нажимайте, эта херня ломает партнерку. Что значит ломает партнерку? Это вообще непонятное утверждение, не имеющее отношения к реальности. Опять же основано на том, что YouTube не предоставил конкретную информацию. Теперь, что касается изменения выплат. Люди прочитали про 55% и решили, что это приведет к снижению получаемого их дохода. То есть раньше было как бы больше, а теперь будет лишь 55%. Так вот, эти 55% были прописаны в правилах YouTube еще очень давно. И связано это со следующим. На платформу приходит рекламодатель. Он приносит свои деньги. Берем их за 100%. На эти деньги он покупает рекламу на YouTube. Из этих 100% денег YouTube всегда забирает 45% и вам оставляет 55%. YouTube нужны деньги для поддержки серверов, для оплаты различных администраторов, сотрудников. Командной поддержки и так далее. Вам остается 55% и от этих денег медиасеть еще берет свои комиссионные. То есть тут ничего не меняется. И те самые 45%, которые принадлежат YouTube, они принадлежали ему всегда. И иначе не было никогда. Так что не воспринимайте эти 55% как что-то новое. Ставка в медиасетях от этого не изменится. То есть меньше денег вы получать не будете. Также порог выплаты 100$ это касается только прямой партнерки, то есть от Сенса. Если вы работаете с медиасетью, пороги не изменятся. И что касается 60 дней для получения платежа, это также не коснется вас. Я специально уточнил у сотрудников YouTube, будут ли изменения в сроках проведения платежей. Он сказал нет, не будут. На фоне этих странных комментариев я хочу поблагодарить, во-первых, Владимира Беляева за то, что он меня поддержал в череде непонятного вот этого потока сознания. И также хочу сказать спасибо Максиму Ментосу, который написал. Да уж, ребята, когда вы говорите о том, что за подтверждение этих правил у вас отберут канал и вы вообще в адеквате. Собственно, он прав. Всегда критически анализируйте все факты и делайте выводы с использованием логики и с оценкой того, какая информация у вас есть. Теперь, что касается снижения платки для получения персонального URL канала. Да, действительно, требования обратно откатили назад. Теперь нужно 100 подписчиков на канале и возраст канала более 30 дней. Если у вас такие параметры есть, вам на почту придет вот такое уведомление, в котором сообщается, что для вашего канала доступен персональный URL. Вы нажимаете на красную кнопку «Получить URL», переходите в Google+, и подтверждаете новый URL. Он имеет вид youtube.com.c.c. название канала. Да, есть с этими URL-проблема, в отличие от старой системы. То есть, они не являются как бы основными. То есть, когда вы нажимаете на ссылки на канале, на главную страницу канала, у вас будет по-прежнему открываться идентификатор. И при переходе на такой новый формат URL, у вас будет опять же происходить переадресация на длинную ссылку с идентификатором. Эта проблема ютубу известна, и они пытаются ее решать. Правда, не особо расторопно. Следующий интересный момент. Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, провел выпуск на канале «Висис хорошо». Он был в качестве ведущего. Он обозревал вирусные ролики, как это всегда происходит на канале Стаса. И надо сказать, что Дмитрий был, можно сказать, на высоте. Потому что по соотношению лайков и дизлайков, лайков 53 тысячи, дизлайков 28 тысячи, то есть фактически в два раза больше лайков, значит аудитория его не отвергла, а отреагировала достаточно адекватно. Не закидала его тухлыми помидорами или яйцами. Можно сказать, он выдержал это испытание. Другой вопрос, который интересует зрителей и подписчиков. А сколько же он заплатил за то, чтобы быть в эфире? Но это оставляем за кадром данного видеоролика. Следующий интересный момент. Скоро на нашем канале будет 10 тысяч подписчиков. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые зрители, за то, что вы подписываетесь, смотрите мои видео, за то, что активно участвуете в комментариях и поддерживаете мою деятельность. В качестве приза, подарка для вас, я хочу предложить вам два варианта. Вариант номер один. По достижении 10 тысяч подписчиков я могу открыть доступ к новому курсу по оптимизации видео. Там будет три полноценных видео урока. Очень много информации, без воды. Все по делу. И вариант номер два. Мы можем разыграть верифицированный канал на YouTube, который будет передан в пользование победителю. Какой вариант вам больше нравится? Что вы хотите? Новый курс или верифицированный канал с галочкой? Напишите в комментариях, что вы выбираете. И каких комментариев будет больше, такой вариант мы и примем. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Денис Коновалов. И до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok